Продолжаем говорить на самой интересной и важной теме. Сейчас у нас в гостях Владимир Константинов, председатель Государственного Совета Республики Крым, секретарь Крымского отделения партии «Единая Россия». Владимир Андреевич, здравствуйте. Добрый день. Первый вопрос. Сегодня в Симферополе прошел второй этап первой конференции Крымского регионального отделения партии «Единая Россия». Что это было за события и какие решения удалось принять в ходе него? Это была очень важная конференция. Она была завершающей конференцией в предвыборный период. Мы выдвинули кандидатов по одномандатным и многомандатным округам. Поэтому все прошло на высоком организационном уровне. Поэтому вот такая конференция была. Говоря о ваших кандидатах и по республиканскому списку, и по одномандатным округам, много очень фамилий известных людей, руководители предприятий, общественники, но, например, немало из студентов. По какому критерию отбирались кандидаты вашей партии? Ну, безусловно, это плод нашей коллективной работы политической. В первую очередь работали над этим и я, и Сергей Валерьевич Аксенов. Мы очень большое время уделили формированию списка. Конечно, в этот процесс был вовлечен весь партийный актив, партийные организации, регионы Крыма. В общем, это был такой очень серьезный коллективный труд. Критерии, которые были, это главные критерии, это участие в событиях 16 марта. Активное участие в референдуме, это было обязательным фактором для определения кандидатов. А кроме этого, наличие авторитета у кандидатов. Мы поставили цель обновить парламент, потому что запрос сегодня крымского сообщества на обновление власти, поэтому более 50% у нас обновление кандидатов по отношению к предыдущему. Кроме этого, мы омолодили серьезный состав, подобрали очень много интересных людей. Молодежь подтянули, те, которые проявили активность в период крымской весны. Поэтому получилась очень хорошая, на мой взгляд, получилась очень хорошая команда. Со списками вроде на госсовет все понятно. Что касается, например, других советов, других уровней, когда общественность узнает своих кандидатов на местах? Сейчас эта работа идет развернута самым активным образом. На этой неделе уже начнутся конференции в городах в первую очередь. Ну и там дальше по графику у нас сейчас очень интенсивный регламент работы. Мы работаем практически, можно сказать, в круглосуточном режиме. Вчера штаб работал, позавчера работал. Поэтому работа идет очень активно. Просто цифру назову вам. 3000 кандидатов будет выдвинута партия в этих выборах. Поэтому, безусловно, мы стараемся дойти до каждого человека, посмотреть ему в глаза, чтобы он точно понимал, так сказать, свои задачи, какие партии ему ставят. Чтобы он понимал ответственность, которая в настоящий момент лежит перед кандидатом в депутаты, потому что не все до конца понимают. Многие идут еще с украинскими штампами, не понимая, что они уже находятся в Российской Федерации. Совершенно другие требования, совершенно другой подход. И вот это мы пытаемся внушить сейчас каждому кандидату в депутаты. Но вот этап, который прошел сегодня, в Симферополе второй. Значит, видимо, планируется третий. Как эта конференция будет проходить? Мы сейчас объявили перерыв конференции уже до сентября. Я сегодня объявил на конференции, что следующий этап будет уже подведение итогов выборов 14 сентября. Поэтому, что касается конференции. Вот скажите, пожалуйста, Владимир Андреевич, некоторые представители Минджелиса недавно призывали не только крымских татар, но и все народонаселение Крыма фактически бойкотировать выборы в Советы всех уровней в Крыму в сентябре. Как вы относитесь к такому заявлению? Вы знаете, это взорвавшиеся политики, которые уже давно не отражают мнение всех крымчан. Они вели эту политику очень давно. Она не вчера, эта политика начиналась. Понятно, что эта политика стимулировалась, как мы сейчас понимаем, западом, оттуда шло финансирование. Люди отрабатывают те деньги, которые получают. Мне, конечно, удивительно, как им удается, каждый раз удавалось в предыдущий период ввести свой народ как раз туда, где этот народ многострадальный получал не решение своих проблем, а получал их активизацию или большее количество этих проблем. Поэтому сейчас уже пришло совершенно другое время. Я думаю, люди разберутся и дадут адекватный ответ. В истории это люди, которые уже отыграли, так сказать, всю свою композицию. Им уже нечего сказать людям, кроме толкания их на противостояние. У них ничего нет для людей, никакого запаса предложений они не имеют. Поэтому я абсолютно убежден, и мы имеем подтверждение, потому что реакция крымской общественности на это будет нулевая. Скажите, пожалуйста, Владимир Андреевич, на какие, собственно говоря, результаты по итогам предстоящих выборов партии «Диная Россия» в Крыму рассчитывает и не только в госсовете, но и в советах других уровней? Ну, первое и главное, что те, кто сделал Крымскую весну, это в первую очередь, конечно, крымский народ, депутаты Государственного Совета, в том числе и Константинов, и Аксенов, и все депутаты Государственного Совета, тогда Верховного Совета. Все, мы смогли смобилизироваться. Нас поддержал президент Путин, весь российский народ. И у нас получилось вернуться на родину. У нас получился тот проект, который войдет уже в историю, и аналогов в мире ему нет. Конечно, это наша политическая победа, победа всего Крыма. Вот эти люди, вот эти активы составляют основу партии «Единая Россия». И мы здесь совершенно не собираемся ни с кем делиться нашей победой. Сейчас появилось в Крыму очень много разнообразных партийных брендов. Я не хочу их комментировать, я просто их не знаю. Но я знаю тех людей, которые сейчас туда пытаются забиться и ищут себе приют в разных брендах, которые совершенно обанкротились уже в крымской политике. От всех от них уже пахнет нафталином. Они пытаются одеть на себя какие-то партийные майки, кепки, скорее, так сказать. Но крымчане мудрый народ, они знают, кто это все сделал, как это было сделано. И, конечно, они закрепят свой результат на этих выборах в сентябре. Мы должны показать всем свое единство Крыма. И это сейчас, в этот период, важно, пожалуй, как никогда. Поэтому мы абсолютно надеемся, мы уверены в победе, надеемся на поддержку крымчан. Результат будет очень мощным. Мы ориентируемся на то, что рейтинг президента страны зашкаливает за 90%. Рейтинг Аксенова и Константинова за 80%. Поддержка крымской весны за 90%. Поэтому мы надеемся, что та команда, которая сделала крымскую весну, она соберет весь свой урожай, который ему по праву истории принадлежит. То есть крымские единороссы конкуренции никакой не боятся? Мы сегодня никого не боимся. Мы готовы встретить вызов времени, пройти достойно весь переходный период, сформировать нашу народную программу Крыма. Мы не хотим писать программ, которые будут оторваны от людей и лягут на полку, и к ним никто обращаться не будет. Мы хотим составить программу вместе с людьми, в ней найти ответы на наиболее актуальные вопросы, которые волнуют людей в каждом конкретном селе, чтобы при этом обилии мегапроектов не был забыт ни один крымчане, ни одно село, ни один поселок, ни один город. И вот эта народная программа ляжет в основу нашего экономического блока. А как метод работы власти Крыма мы хотим сохранить тот подход, который был на референдуме. Почему у нас все получилось? Потому что мы были едины. И власть, и народ был едины. Это очень редко бывает в политике, к сожалению. Мы хотим это единство сохранить, поэтому наш подход будет, это открытая власть, доступность власти, всех уровней власти доступность, доступность депутатской власти, доступность власти на местном уровне, на уровне городов, на уровне региональной власти. Вот такой подход, он будет понятен людям. Если будет проблема, которую нельзя решить или сложен, в этот период люди будут хотя бы это понимать, они будут видеть, что мы искренне хотим это сделать. А то и власти чванливой, коррупционной, которая без конца катается по заграницам, которая живет уже давным-давно, не из-за своих средств, погрязла в коррупции, нам в этот период нужно поставить уже точку. Последнее наше общение с людьми наглядно показывает, что терпения у людей уже нет. Они не хотят в новом Крыму, в российском Крыму, такие пережитки украинские терпеть. Вот продолжение Ваших слов о настроениях людей. Не так давно Вы с рабочей поездкой посетили Кировский район полуострова. Расскажите, пожалуйста, об этом событии. Какие решения удалось принять в ходе этой поездки? Ну, хочу сказать, это как раз одна из поездок, которую мы в рамках Государственного совета, в принципе, и в рамках Верховного совета в Украине мы всегда этот метод использовали, прямого диалога с людьми, поездки по регионам в самые, так сказать, отдаленные уголки Крыма. В некоторые места мы посещаем, где люди не видели, не то что центральные власти, они свои не видели, представляете? Если люди, где мы на вопрос, когда Вы последний раз видели своего, значит, сельского голову, а там, например, сельские головы, которые объединяют несколько сел, она говорит, мы уже несколько лет не видим. То представьте себе, какое отношение к власти, и ко всему. Мы этот опыт, конечно, перенесли. Нынешняя поездка, она у нас была достаточно активна. Мы накрыли практически все села Кировского района, пообщались в Старом Крыму с людьми, сформировали подходы. Решение, которое мной было принято, я порекомендовал мэру города уйти в отставку, потому что негатив людей был очень высокий. Градус нетерпения уже зашкаливал. И, безусловно, такие люди не должны находиться на должностях. И нужно сегодня понимать, что сегодня совершенно другой крымчанин у нас. Это тот крымчанин, который пережил крымскую весну, который сделал, по сути дела, историю. Он уже не хочет быть быдлом, с которым можно обращаться, как хочешь, не решая его никаких проблем, занимаясь какими-то своими задачами, проблемами. Конечно, мы обновление власти уже начали, идет практически повсеменная замена. Но руководители разных уровней, это сегодня вызов времени, его нужно, так сказать, реализовывать. Но, конечно, мы видели очень большое скопление проблем. Проблемы совершенно разные, такие как острая проблема воды в Старом Крыму, и проблема, так сказать, связанная с сельским хозяйством, о том, что нет полива, люди не знают, какой будет следующий урожай, какую стратегию выстраивать в рамках посевочной кампании. Значит, очень много социальных проблем люди обострили, таких как детские садики, очередя детские садики. В общем, мы привезли колоссальный объем предложений от людей, просьбы. Это был такой открытый диалог, где во время беседы присутствовало более 600 человек, и люди могли в прямом эфире фактически ввелся прием мною и с членами моей команды. Мы поняли, насколько люди сейчас, во-первых, не хотят терпеть, не хотят ждать, насколько высокие ожидания, они не хотят терпеть себе, еще раз повторю, такого членливого отношения, так сказать, когда на призыв встретиться городской голова говорит «да-да-да-да-да», месяцами их не принимает, а если принимают, то совершенно выборочно, этого хочу принять, этого не хочу принять и так далее. Конечно, люди загнаны, многие в угол, так сказать, жизненными обстоятельствами, поэтому сейчас у людей очень серьезная надежда на региональную власть. Для нас это, конечно, очередной вызов, потому что уровень, планка ожиданий очень высокая. Я уверен, что наша партия даст этому вызову достойный ответ. Ну вот, Владимир Андреевич, вы первый секретарь Крымского регионального отделения «Единой России», председатель Государственного совета. Колоссальный объем работы, как вы все успеваете, не мешает ли партийная деятельность государственная или наоборот помогает и дополняет ее? Ну, конечно, интенсивность работы высокая, но мы к этому готовы, мы к этому шли. Сейчас такое время, время испытаний, здесь не время жаловаться или пинеть, как тяжело. Сейчас такое время для крымчанам тоже нелегко сегодня. Люди на себе испытывают сложности переходного периода. Мы это себе четко понимаем, мы говорим всем чиновникам, я и Сергей Валерьевич, в этом плане мы занимаем единую политику. Сейчас очень сложное время, и крымчане хотят видеть адекватного чиновника, который также, и он, и так же, как и крымчане, испытывает проблемы, испытывает те же, также стремится их решать, совершенно искренне. И тогда люди это воспримут с пониманием, и люди готовы ждать, если видят, что ими проблемами кто-то занимается. Поэтому уровень требований сейчас к власти будет очень высокий. Ну что ж, в таком случае удачи в работе, Владимир Андреевич. Спасибо за то, что нашли возможность приехать в студию, ответить на наши вопросы. Спасибо, удачи. Ну а мы не прощаемся с вами, продолжаем следить за развитием событий на полуострове. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова